Новогодние праздники самые продолжительные в календаре. Запах мандаринов, хвои и оливье поднимает настроение как взрослым, так и детям. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому многие очень серьезно относятся к подготовке. Начиная от выбора ели, заканчивая выбором блюд на столе. Счастье в мелочах. В этом вопросе у каждого свой подход. Кто-то решает пойти по пути наименьшего сопротивления, другие же не ищут легких путей. Только следуя древнему философскому учению, в новом году можно поймать удачу за хвост. В китайском календаре есть 12 животных, 12 земных знаков. И крыса, кстати, первый знак в этом списке. Она первая пришла к небесному императору, когда он позвал к себе животных. Забралась на спину быку, он ее довез первой. Год металлической крысы – год перемен и обновлений. По мнению эзотериков, на протяжении предстоящих 365 дней нуждающимся будет сопутствовать финансовая удача. Крыса, по-восточному поверью, это денежный символ. Мы любим придерживаться цветов, знака животного, который приходит. Крыса – это вода, как я уже сказала, это синий, черный цвет, голубой, оттенки воды. Но, однако, поскольку крыса приходит 4 февраля только, в общем-то, по большому счету, не имеет значения, в какой одежде вы будете встречать. В чем удобно, комфортно? В чем можно? Уснуть за столом. В чем Бог послал, что вы будете? В костюме крысы. Это не должно быть привязано к году. Крыса, собака, мыши – какая разница? Если с одеждой все понятно, то с праздничным столом, конечно, будет сложнее. Считается, что стол должен стоять в той же комнате, что и елка. И желательно его не убирать до 2 января. Когда мы накрываем стол, у нас есть скатерть. Рекомендуют под скатерть прямо в центре стола положить самую крупную купюру, которая есть в доме. Рекомендуется, чтобы обязательно было несколько блюд. Например, то блюдо, которое вы еще никогда не ели. Не следует забывать и о главном символе насыпающего года. Нет, не о крысе, а елке. Наряжать хвойную красавицу следует сверху вниз. Звезда, гирлянда, а потом шары. Все делается за один подход и до наступления темноты. На елке обязательно должно быть что-то яркое, оранжевое, например, красное, что-то новое, что-то дорогое, что-то сделанное своими руками, что-то вкусное, что-то детское, желательно что-то треугольное и мерцающее. Вот такие нехитрые советы дает древнее восточное учение. Но правила не строгие. Творческий подход в этом деле приветствуется. Главное успеть все до боя курантов и праздничной речи президента. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня.